Фейерверки, праздничные концерты – это то, что является непременным атрибутом Нового года. В этот раз салюты начнутся следующим образом. Ночью 1 января без 15 час на Московском шоссе около памятника Георгию Победоносцу. Без 10 час на улице Новоселов у кинотеатра «Октябрь». В час 45 салют украсит небо около Декаприокский. И, наконец, в 2 часа ночи прогремит на Площади Победы. До новогодней ночи и после нее рязанцев ожидает масса сюрпризов, чего стоит Дед Мороз, который будет путешествовать по городу и раздавать подарки с 19 по 23 декабря. За участие в игре «Найди Деда Мороз» рязанцы будут иметь возможность поздравить друг друга с наступающим праздником. Лучшие поздравления будут транслироваться на Площади Победы в новогоднюю ночь. Нужно будет, конечно, быть внимательным к соцсетям, к сайтам администрации, управления культуры, сайтам учреждений культуры. Там каждый день будет появляться новое слово, новый девиз этого дня, который нужно будет произнести, когда ты встречаешь Деда Мороза. Дед Мороз будет появляться в разных районах города. Причем каждое утро мы будем сообщать, где можно встретить Деда Мороза. Уже прошла репетиция и парады Дедов Морозов. Пока еще не в нарядных костюмах. Эти люди выйдут на улицы города 17 декабря в 16.00. Присоединиться к ним может каждый желающий. Сам город тоже переживает преображение. На улице Почтовой появились снеговики-музыканты, светящиеся в вечернее время. Это одна из первых новогодних инсталляций, появившихся на улице Почтовой. И пусть зимой здесь не будет таких фестивальных вечеров, к которым привыкают рязанцы за лето, зато каждый горожанин сможет в свое удовольствие прогуляться по улице и сфотографироваться с различными новогодними экспонатами. Из-за зимних холодов действительно будет мало мероприятий на улицах. Но новогодние инсталляции появятся и на площади Театральной. Найдется место и для всеобщего веселья в ЦПКО. Еще один подарок, который получит город, будет установлена большая горка, где в течение всего зимнего периода дети могут покататься. То есть пришли родители, посмотрели новогоднюю программу, будет стоять красавица горка, будут работать торговли, где можно купить горячий чай, пирожки. Елку в Рощинском парке, кстати, нарядят сами рязанцы. Изделия ручной работы можно сейчас приносить в арт-центр на улице Братиславской, дом 2. Постарайтесь, и ваши игрушки порадуют глаз всем рязанцам. Особое место, среди прочего, занимают спортивные мероприятия. 23-24-го под таким же названием «Рождественские звездочки» традиционное мероприятие по художественной гимнастике. Оно состоится в спортивном комплексе «Локомотив». Теперь это спортивная школа «Золотые купола». Новогодний кубок Рязани по автокроссу состоится 25 декабря на трассе Семена Никольской. Начало всероссийских соревнований назначено на 10 утра. Пройдут турниры по шахматам, шашкам, лыжные гонки. 17 декабря пройдет турнир по мини-футболу. В течение каникул мы приготовили для детей, которые никуда не выезжают за пределы города, традиционные спартакиады дворовых команд. В течение новогодних своих каникул они будут состязаться по мини-футболу, по хоккею, по выбору. Еще у них есть ряд спорта. И 7-8 января на стадионе «Химик» у нас состоится финальное соревнование. Будут подведены спортивные итоги года. Определится десятка лучших спортсменов, тренеров. 20 декабря в 15 часов дня во Дворце детского творчества. Это только часть того, что ждет рязанцев. Словом, следите за событиями и хороших вам праздников.